Всем привет! Сегодня у нас 31 июля 2019 год. Показываю промышленный сорт американской селекции. Сорт Royal Majestic. Вывел его Фольдзайвер. Сорт поистине красивый, очень товарный. Для промышленных целей самое то. То есть класс. Поспевает там за 7-8-10 дней до персика Red Heaven. Но товарность у него просто классная. Можно видеть загрузка в этом году. Такие шикарные плоды. Просто класс. Цвет вообще. Вот на рынок если вынести, я думаю будут забирать именно на вид. Даже пробовать не будут. Такие плоды. Растет у меня он в полутени. Цвет не набирает. Прям такой шикарный. То есть это тут получается самая солнечная сторона в этом месте. Самая солнечная. С той стороны сейчас обойду, там менее окрашена. Сейчас сорвем. Положим на веса их. Вот такой вот. На дереве держится прекрасно. У меня в том году даже ветки ломало. Такие здоровые шары. На небольших ветках были, то ветки ломались. Вот такой плод на солнце. Такого цвета. Это Константин. Она еще зеленая. Тоже тут урожайность нормальная такая. Позже сниму. Так, а это Royal Majestic. Такие плодяки. Что-то поврежденное было чем-то. Видно загрузка какая на небольшом дереве. То есть просто шикарная. Завязывается хорошо. Просто гроздьями висит и размер довольно-таки немалый. С такой нагрузкой. Потому что деревца. Деревца вообще маленькая. Хеленькая. А загрузка дай бог. Так, сейчас разрежем его. Посмотрим. Вообще аж черного цвета. Такого темно-фиолетового. Так, вот таких кабанов я нарвал. Сейчас посмотрим. Какой у них вес. В 2012 году. Это второе плод вношение у меня. 263, 218. Вот в руке можно видеть какая-то варность плодов этого сорта. 205, 221, 223. Да, вес в этом году побольше. В том году мельче был. 233. Вот на солнце должен такой быть окрас. Если он будет посажен на чистом солнце. Без тени. У меня в тени-то чуть-чуть, конечно, окрас слабее. Вот такой, например, в тени. 206. 212. Плоды, конечно, по товарности достойные. 235, 263. До 300 грамм может дотягивать этот сорт. Граньте какая. То есть, я думаю, что на рынке люди, у кого таких плодов, просто не пройдут. Мне даже если его не купят, ну просто заинтересуются, хоть спросить, что за сорт. И как, и сколько стоит. Просто класс, шикарный. Сейчас разрежем, посмотрим. И транспортабельный. Вот в данный момент он транспортабельный. В том году я его снимал, у меня уже он был переспевший. Сейчас разрежем мякоть. Посмотрим, какой у него цвет. Ну, сок течет. Сок есть. Вау! Мякоть, конечно, класс. Вот так его положить на рынке плоды. Ну, красиво выложить его. Он будет улетать. Реально будут улетать такие кабанчики. О, это чуть-чуть зеленее. Вот, твердее. Похрустают. Мякоть может быть не такого цвета. А у него еще краснее. Ну, мякоть вообще класс. Ну, кстати, каждый год по-разному мякоть может быть. Каждый год по-разному. Сейчас вот так еще. Хрустит, как яблоко. Вот такой цвет мякоть у меня. Аппетитный. Ну что, сейчас попробуем, какой у него вкус. Вот, показываю мякоть цветом каким. У этого сорта. Попробуем, какой в этом году вкус. Так. Сок есть. Он еще зеленоватый. Не. Он еще чуть-чуть ему. Он плотный. Вот я надавлю. Сок-то есть, но не течет, как с крана. Сейчас попробую на вкус. Конкретно у этого персика вкус насыщенный. Вот именно кисло-сладкий такой. Кислоты мало. Ну, вот он очень насыщенный. Такой во рту сразу такой. Шух. Хороший вкус. Класс. Он еще раз. Вот в данный момент у него мякоть, как у биктопа. Такая плотная. Не. Сорт хороший. Освежающий. Мне понравился. И в том году. И в этом. В том году у меня он презревший был. Презревший. Был похуже вкус. Вот именно у этих плодов чуть-чуть недоспевших. Может быть это как бы спилось нормально у него сейчас. То есть вкус в принципе хороший. Кому понравилось видео ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.